Роман Родится тем, что помогает пожилым людям. Мечтает купить старый деревянный дом за городом. Предупреждает, что не сможет зачать ребенка естественным путем. Роман не видит рядом с собой агрессивную блондинку недалекого ума. Женится на красивой, активной девушке, которая чувствует себя уверенно за рулем автомобиля, имеет свое хобби и умеет любить. Здравствуйте. Здравствуйте, Лариса. Я вот думаю, Роман, когда женится на девицах легкого поведения, через какое время вы хотели, чтобы произошло чудо, и она превратилась в прекрасную хозяйку, в маму? Конечно нет. А вот ваша тросточка, это такой реквизит, атрибут для красоты? Знаете, как тот старый солдат, который не знает слов любви. Или она вам, может быть, там у вас... Я думаю, похромаю, возьму там, поприбедняюсь, что ли. Правильно. Потому что, послушайте, во-первых, девушка и жалость равняется любовь. Ну, если жалость к объекту определенному, то, что мы любим пожалеть. Правда же, Рос? Палочка. Я не поняла, зачем палочка. Ну, ладно, это выличное дело, палочка и палочка. Ну, давайте, рассказывайте про свою... Как мы с ней познакомились? В библиотеке. Нет, не в библиотеке. Я работал грузчиком на хлебозаводе. Машинку, я помню, себе купил. И уже тогда, это был 2006 или 2005 год. И уже не было смысла там работать, потому что я зарабатывал, бомбил, зарабатывал достаточно неплохие деньги по сравнению с тем, что я получал на хлебозаводе. И в один прекрасный момент взял на борт двух мужчин и девочку. И когда я их отвез и уже вез ее, вот она мне сказала, что ты такой весь такой общительный, такой нормальный, такой милый, такой веселый. Чешет, 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 по ушам ездит, 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 ездит. Я не выдерживаю. Говорю, что так забери меня и воспитывай. Но я очень удивился ответу, когда она повернулась на меня, смотрела томным, спокойным взглядом и сказала, хорошо, поехали. Я понял, что приехали. Ужас какой. Ужасный диалект, я бы сказала. Поначалу все было как в сказке, все красиво. Я с цветами, но с цветами это, я постоянно с цветами. Я только к вам без цветов. Ну, понимаете, я вот думал, подарить вам цветы или нет, но я понимаю, что вам брюлики надо. Давайте не про цветы. Ну так и что там? В общем, что там. Жили какое-то время. Спустя небольшой промежуток времени, я помню, это полгода где-то, она забеременела. И пошел вот этот сумасшедший токсикоз. То есть в один прекрасный день я был вышвырнут за дверь, летел громко, далеко, все было, все как полагается. Характер атомный там. Там, Лариса, характер, знаете, вот как вы и Роза что-то разделите пополам. Откуда вы знаете, какой у меня характер? А вы умеете быть острой, умеете быть жесткой, умеете быть милой. Мне за это деньги платят. Я в жизни совершенно абсолютно к этому персонажу не имею никакого отношения. Но при этом вы очень милый и добрый человек, кстати. Нет, я не милая, не добрая. Я просто хочу у шефа призвать вас не путать мою работу и мою приватную жизнь. Хорошо, не будем. Вернемся. У нее характер как у Розы, понятно. Она не так много молчала. Ну вполне роман очень такой позитивный и приятный. И прям мужчина-мужчина чувствуется это в нем. Вы договорились делать аборт или рожать ребенка? А без меня сделали аборт. Меня никто не спрашивал, я не был рядом. Ну ясно. И какие выводы вы сделали, когда уже все было под завязку? Что у вас ей ничего не получится? Какие выводы я сделал? Я сделал выводы, что, наверное, на обложку вестись уже не надо. Это во-первых. Во-вторых, я ошибся в девочке в том отношении, что... Знаете, нет. Хотя какие выводы? Мне были моменты, когда было хорошо. Конечно, можно было жить с учительницей в начальных классах. И она могла оказаться стервой. Дело же... Ну еще раз говорю. Профессия одно, характер это другое. Жить нужно с характером. По нему вообще непонятно, любил он по-настоящему когда-то или не любил. Роман, почему вы не можете зачать ребенка естественным путем? Потому что были курсы химиотерапии. Онкологическое заболевание, которое пока продолжается, но, наверное, Бог миловал, не рак. Потому что многие люди думают, что онкологическое заболевание это только рак. Нет, это, конечно, не рак. Это разные подвиды. А может, надо было сначала вылечиться, а потом уже желать красивую, молодую... А сердцу не приказать. Вот хочу. Уже устал кричать. Я тоже хочу. Хочу, он, помолодеть на 30 лет хочу. И что? А ты что предлагаешь? А давайте посмотрим, как вы хотите. Давайте. Сейчас мы находимся на балконе, там, где я живу. Высоко, красиво и все такое, но не это важно. Важно то, что здесь самое чистое место у меня дома. Больше чистых мест нет. Потому что я живу один, в общем-то я холостяк. Я очень надеюсь, что программа «Давай поженимся» и вы, Лариса, поможете мне найти того человека, который будет помогать мне во всем и станет мне в том числе и близким другом. Потому что готовить я люблю, а что касается мытья посуды, это не мое дело. Но не люблю я это. Я даже обклеил машину, чтобы тебя найти. Или чтобы ты меня заметил. Анна, давай поженимся. Я еду с одной только целью, чтобы встретить тебя. Встретить человека, с которым у меня будет семья, с которым у меня будет дружба. Хочу любить одного большого и еще одного, или, может быть, двух, маленьких. Езжу, ищу тебя. Уже полтора года так. Привет, девочка, которого я не знаю. Я в самом сердце города мечты. Сижу в ресторане, а тебя нет. Я очень надеюсь, что здесь мы будем есть вместе. Я очень верю, что давай поженимся, нам в этом поможет. Ром, ну надо как-то было взять себя в руки, ну хотя бы пустить пыль в глаза. Представляете, вы переведете женщину в дом. А там уже уборщица была. Ну хорошо, но потому что... Причем, когда она туда пришла, вот единственное, что да, там было очень страшно, и у нее волосы дыбом встали. Везде. А почему? Почему такое? Это что, депрессия? Нет. Есть и вещи, которые я люблю, есть и вещи, которые я не могу. Неуважение... А себя вы любите? Себя немножко. Но пускай меня лучше любит девочка. Послушайте, ну это такое неуважение к себе, вот жить в таком кошмаре, в такой грязи. Ну это нехорошо, ну нужно же все делать поэтапно. Сначала, знаете, как я терпеть не могу, цитировать экзуперей, не люблю людей, которые его цитируют, особенно про приручение. Но сначала нужно как-то, мне кажется, в саду к своему прибраться самому, а потом уже туда приглашать. Ну это ужас, ужасно, я не могу себе представить. Потом, если бы вы были без рук, без ног, это одна история. А потом на что надеетесь? Ну, понятно, вот вас сейчас девушка пожалеет. Да, вот смотрите у вас. А жалеть не надо. А тогда что? Вот, знаете, вот вы назвали, обозначили свою болезнь, но при этом сказали бы, послушай, дорогая, я абсолютно живуч. Посмотри, как у меня дома клево, сколько у меня цветов. Посмотри, какая у меня чистота и порядок. Я давно тебя жду. Я хочу, чтобы тебе в моей квартире было уютно. И так будет всегда, я буду тебе помогать. Ну, женщина же любит все эти обещания. Мне, конечно, честно, его жалко. Но свою жизнь связывать с таким человеком я не хочу. Мама сейчас живет с вами? Нет, отдельно снимаю квартиру. А, вы снимаете квартиру? Ну, родителей же нас надо любить на расстоянии. Ну, это грубое. А мама квартиру... Ну, надо... Некоторым родителям везет, как мне, например. Мы в прилепушку, например, с детьми. Поэтому... Это мама снимает квартиру? Нет, это я снимаю квартиру. Мама, она жила... А мама москвичка, да? Нет, мама из Ленинграда. А... Коренная. А вы в Москве живете? Нет, я приехал вот на машине из Петербурга. То есть вы в Питере снимаете квартиру? Да, конечно, рядом с мамой. Вот. Квартиры у вас нет? Да. У него еще квартиры нет? Роман, каждый человек, конечно, имеет право на счастье. И вот вы сидите, и чем больше хорохоритесь, тем я... Ну, глубже понимаю вашу проблему. И вижу ваши глаза. И ваше одиночество. И, конечно, бешеное желание жениться и оставить после себя. Я понимаю, что вы готовы. Конечно, вот эта история с грязной посудой, я так думаю, это, знаете, тоже для красного словца. А полюбите меня вот таким вот чуреньким. Совершенно верно. И, конечно, все самое плохое, что у вас есть, вы уже выплюнули в первые минуты. Это так бывает. Лариса, но ведь любят с лишая... Я тоже всегда... Нет, я тоже... Я жалею сейчас об этом. Любят же не за что-то, вопреки. Нет, неправда, любят за что-то. Я тоже многие годы по молодости хотела всем казаться, какая я ужасная, какая ужасная дрянь. И я в основном на себе наговаривала. И что я вытворяла, это неправда, это же от боли. Когда внутри так больно и неспокойно, хочется... Вот это вот, понимаешь? Это как Настасья Филипповна, когда сжигала деньги. Потому что боль такая невозможная, когда ты жить не можешь дальше. Обязательно нужно совершить какой-то поступок. У вас не поступки, у вас такие поступчики. Потому что внутри болит, а я хочу, чтобы у вас не болело. Я хочу, чтобы вы влюбились. Я хочу, чтобы вы правда отсюда ушли. Потому что вы... Уехал и уехал вместе с ней. Здоровый взгляд. У него есть дикое желание жить. И он будет жить, потому что он внутренне не смирился ни с чем. Вот и все. И пройдет еще сто лет, вы приедете к нам на 100-летнюю юбилейную программу. Но девушка, которая придет сегодня за вас бороться, она не виновата ни в чем. Она тоже дрожит, ей тоже страшно, она тоже хочет любить. И тоже хочет любить. Потеплейте глазами, потеплейте сердцем. Вас никто не будет обижать. Хорошо? Для этого осталось чуть-чуть ее встретить, ее найти. Мне вообще нравится его позиция, что он очень откровенный. Показал свою жизнь без прикрас. И вот его это намерение найти жену. Но единственное, может быть, он где-то лукавит. Что звезды? Надо сказать, что в первую очередь человек такого домостроевского склада, согласитесь. Вам нужна женщина очень домовитая, которая, пожалуй, будет исполнять ваши желания. Вам нужно, чтобы вовремя была еда, чтобы даже не обязательно порядок. Я думаю сам, мне еда не нужна, я сам сделаю еду. Но тем не менее, чтобы все было по расписанию. Вы любите план. Вы очень впечатлительный человек. И прячете, пожалуй, свою детскость. Но вот здесь есть некоторое но. Вы говорите, что вам нужна... Ну вот женщина такая, чтобы была на всю жизнь рядом. Вам просто нужна родственная душа. Друг. В первую очередь друг. Мне кажется, он не уверен в себе в какой-то степени. Он просто хочет какого-то близкого, вообще действительно друга. Возможно, что у него не так много близких друзей. Дайте какой-то аванс сейчас девушкам, которые ждут вас в трех этих комнатах. Скажите, за что вас можно полюбить? За что полюбить, это, я думаю, что решит тот человек, за что она меня любит, которая будет рядом со мной. А там уже, конечно, что-то мне надо будет обязательно делать для того, чтобы покорять ее, пытаться покорить. Он в каком-то панцире. Он неестественный, посмотри, он боится открыться. Ну и идите, знакомьтесь с первой невестой. Удачи. Привет, Роман. Привет. Меня зовут Олеся. И я надеюсь, что наше знакомство будет интересным. Очень приятно. Взаимно. Пойдем. Олеся. 30 лет. Руководитель отдела в сфере продаж. Играет на флейте, вяжет крючком и вышивает крестиком. Мечтает открыть школу прикладного искусства. Гордится тем, что не зависит от мнения окружающих. Признается, что не может иметь детей. Олеся не приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного, а с чужим мужем смогла почувствовать себя счастливой. Надеется, что Роман знает, чего хочет женщина. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, не успели букетик-то вручить? Не успел. Ну, сейчас вручите. Вручу. Александр. Да. Такой красивый мужчина и друг. Как-то мы боимся таких друзей. Ну, я, во-первых, не совсем друг, мы еще и коллеги по работе, поэтому я Олесю приехал поддержать на передачу. А вы женаты? У вас есть женщина, невеста, девушка? Ну, я живу гражданским браком, у меня любовь-любовь, у меня все в порядке, все хорошо. И то есть не ревнует вас, нет, к Олесе? Ну, определенно ревность была, когда мы собирались на передачу. Да. Я надеюсь, вы не тот женатый мужчина, с которым Олеся была по-настоящему счастлива, нет? Мне кажется, она идеально подходит ему. Да. Вообще, она такая милая, красивая. Олесь, почему вы не можете иметь детей? Потому что я пережила заболевание, так же, как и Роман, у меня была онкология, и теперь так сложилось, что я не могу иметь детей. Вам 30 лет? Всю болезнь отступила? Я надеюсь, что да. Мне поставили ремиссию, и я стараюсь все делать для того, чтобы не было рецидива. Я вам желаю здоровья, я вам желаю счастья. При таких заболеваниях. Такая красотка и такое несчастье. Ну и что это была за история с женатым мужчиной? Была любовь. Узнала, ну, как водится, не сразу, конечно, о том, что он женат. Вот, когда узнала, сложно было отказаться, потому что подумала, такой шанс выпадает крайне редко испытать это чувство. И у меня была до этого первая любовь, после этого я не любила ни одного мужчину, и подумала, что отказываться от таких чувств, пережить опять это все. Но, наверное, не стоит. Он вам что-то обещал? Он ничего не обещал абсолютно, я не собиралась его уводить из семьи, то есть этого не было. Мы просто наслаждались компанией друг друга. Но он вас познакомил со своей семьей, с бабушкой, по-моему, да? Это была другая история. Так как я по профессии музыкант, и, соответственно, в одной среде я познакомилась тоже с музыкантом, с барабанщиком. С которым мы жили вместе четыре с половиной года. И что вас с ним развело? Ну, где-то, конечно, его семья все-таки. Я считаю, что надо было нам раньше начать жить отдельно. А вы жили в его семье? Да, в его семье, да. Из-за чего были конфликты? Ну, изначально все друг друга любят и устраивают, а потом начинаются какие-то мелочи. Ну, все-таки две хозяйки на кухне, это некие сложности. Возникали у нас какие-то проблемы. Я предложила ему снять квартиру, жить отдельно. Он не захотел. Потом он все-таки пришел к мысли, что действительно надо жить отдельно. Когда почувствовал вот некое напряжение в семье. Мы стали снимать квартиру, жить вместе. Но потом настал какой-то момент, он уже не раз сделал мне предложение. И я начала задумываться, почему же я все-таки не даю согласия. То есть я ей нет, не говорю, и согласия не даю. Я пришла к мысли, что это не мой мужчина, и несмотря на то, что мы долго были вместе, мы просто тратим время. Мне стало жалко и его время, что в этот момент он мог встретить свою любовь, свою будущую жену. Ну, понятно. Да бросьте, когда мы расстаемся, когда мы от кого-то уходим, меньше всего мы желаем счастья своим возлюбленным. И думаем о том, с кем он будет там счастлив через какое-то время. Перестаньте. Ну, это такое хажество, это такое... Я от тебя ухожу, потому что со мной ты будешь не так счастлив, потому что у меня тяжелый характер. А ты встретишь ту единственную. Мы не ругались. Перестаньте, были какие-то, Олесь, ну были какие-то, значит, изжили себе отношения. Изжили, да. Мне Олесе нравится, такая классная, симпатичная. И мне кажется, Роман на нее посмотрел так очень-очень прямо интересно. И мне кажется, у них много общего, как минимум, на фоне, к сожалению, болезни. По-настоящему вы почувствовали себя вот счастливой с этим женатым мужчиной? С этим женатым мужчиной, да. О чувствах той женщины, которая его законная. Я, конечно, думала. Поэтому я несколько раз уходила из этих отношений. Он опять меня возвращал. А вы уходили, потому что вам было жалко его жену? Потому что я не хотела рушить семью. Опять лжете. Ну нет, конечно, Олесье, об этом вы тоже не думали. Вам было хорошо на тот момент, и вы любили свои чувства к этому мужчине. Что-то случилось другое, вы поняли, что отношение бесперспективно, он не будет с вами? Нет. На самом деле еще в этот момент я попала уже в больницу. И перед тем, как я легла в больницу, я тоже с ним рассталась в очередной раз. А вы ему сказали, какой у вас диагноз? Да, конечно, он все знал. Он меня поддерживал и помогал. Нет. Он помогал деньгами, ухаживая, поддержкой. Да, и везде меня абсолютно поддерживал. То есть он меня за руку держал, когда я ходила по врачам. А любовь? А любовь была. С его стороны? С его стороны и с моей стороны. Не говорил, что все брошу к твоим ногам, будем жить вместе и все будет хорошо? Он очень обтекаемо это говорил, на самом деле. То есть, давая мне понять, что это может случиться, но когда непонятно. И когда он начал это говорить, я... И чем эта история закончилась? История закончилась тем, что мы расстались окончательно. Но через какое-то время он мне сообщил, что он ушел из семьи. Я не знаю, насколько это правда. Но она, смотри, с женатым жила. Это же тоже такой грех считается. Ну это да, но я не хочу ее судить. Все ошибаются, всем свойственно ошибаться. Ну и что же вы? Ушел из семьи, свободный человек. Почему? Я уже приняла решение. Нет, прошла любовь с вашей стороны? Да, она прошла. Хорошо, давайте сейчас говорить о этой минуте. Роман очень хочет жениться. Ему 35 лет, вам 30. Вы из одного города. Вы друг другу понятны. Вы пережили одну страшную болезнь. Я желаю вам обоим выздоровления, скорейшего и счастья. Как вы считаете, возможно ли такой союз? Да, возможно. Моя точка зрения. Я не успела ответить. Вера, вот ты ее жалеешь, да? У нее такое заболевание. А у него же тоже не менее сложное заболевание, но у тебя антипатия такая к нему. Почему так? Ну просто у него помимо его физического заболевания, у него еще больше ничего нет. Вы не можете иметь детей, а вы хотите взять ребенка на воспитание? Да, конечно. То есть вы об этом думали, да? То, что я не могу иметь своего ребенка, не значит, что я не могу их любить воспитать. А вы хотите своего биологического ребенка? Или, допустим, если у вас все сложится с Олесей, вы пойдете ей навстречу и возьмете ребенка адаптированного? Я хотел изначально своего биологического, но если сложится, то, конечно же, пойду навстречу. У вас есть деньги на суррогатные? Вы знаете, это не так дорого. Люди покупают себе квартиры, люди ездят отдыхать, и они совершенно даже не представляют, сколько тратят денег в течение года, и что это можно на самом деле позволить себе иметь ребенка. Ребенок с детского дома, я их прекрасно понимаю. Я говорю им, берите, это здорово, вы не пожалеете. У вас есть три бонуса общения наедине, семейные традиции и скелет в шкафу. Скелет в шкафу. О, я так и думала. Ну, давайте, скелет в шкафу. Пусто. Пусто. У вас их нет? Нет, он есть. Я расскажу, почему там пусто. Почему? Дело в том, что порой я вижу вещи, которые никто не видит. Барабашку? Ну, что-то, пусть назовем его барабашкой. На самом деле, мой скелет в шкафу заключается в том, что я сплю при свете. Почему? Ночник. Потому что перед тем, как я узнала свой диагноз накануне, меня порой стали мучить, скажем, что-то среднее, вроде кошмары и видение. После того, как я с больницы вышла, это прекратилось, но привычка осталась. А сюрприз приготовили? Да, конечно. Пожалуйста, дайте посмотрим. Церковь надо помолиться, причаститься, исповедоваться. Пересмотреть взгляды на жизнь. Да, и барабашки уйдут. Да. Красиво очень играет. Молодец она. Она так красиво играет, он так смотрит на нее. Мне кажется, он еле-еле сдерживает слезы, серьезно. Браво. Спасибо большое вам. Спасибо. Спасибо. Олеся, если бы вы видели, как на вас смотрели эти двое мужчин. Александр, конечно, у вас влюблен. Ладно, не подрывай авторитет перед женой. Это просто считалось, как он на вас смотрел, какими глазами. И даже Роман был у вас влюблен, когда вы были на сцене. Это больше восхищения было. Дорогая моя, забирайте цветы и проходите с своим другом в комнату. Я видела, что вы растроганы, Роман. Вам это, вам нравилось все? Ну, растроган я больше не музыкальным исполнением. Ну, я тоже играю на фортепиано, на аккордеоне. Это музыкальная школа была. А растроган, конечно, общей проблемой. Какими? Ну, тем, что девочка прошла через то, через что я сейчас прохожу. И этот союз возможен, правда? Этот союз возможен, возможен. Но у меня впереди еще две невесты. Проходите, знакомьтесь со второй невестой. Светочки, не забудьте. Здравствуйте, Роман. Привет. Меня зовут Вера. Вам очень повезло, что вы встретились со мной. Надеюсь, что и вы меня тоже не разочаруете. Постараюсь не разочаровать. Спасибо. Пойдем. Вера, 23 года. Помощник юриста. Подрабатывает моделью и интересуется политикой. Гордится титулами краса по Волжье и вице-мисс Нижний Новгород. Признается, что после развода родителей не доверяет мужчинам. Узнав о предательстве возлюбленного, Вера не позволила себе долго страдать, а принялась за разработку плана мести. Надеется, что Роман не будет ее расстраивать. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Я, конечно, удивлена. Неужели даже таких титулованных красоток, как вы, предают мужчины? Ну, так вот получается. Всякое в жизни бывает. Я пришла сюда с подарками, так как я родом из Нижнего Новгорода, поэтому привезла вам нижегородский мед. Спасибо большое. Вот, сейчас ложечки. Так, так. Спасибо. Ну, мы прямо его здесь есть не будем. Да-да-мед. Это специально от моей бабушки. Она постоянно смотрит вашу передачу. Молодец. С подарками пришла. Значит, вот это самое предательство случилось еще до того, как вас титуловали. Ну, да. Ну, как сказать предательство. Это была моя первая любовь. Мне было 18 лет. И тут мне однажды его друзья говорят, Вера, ты знаешь, вот он гуляет с тобой, а проводит время свое с другой девочкой. Для меня это был шок. Я подхожу к нему, говорю, это правда? Он говорит, да, тебя что-то не устраивает. Я говорю, ну, извини меня, я молодая, я не хочу мириться с этим. Он говорит, ну, если ты не хочешь мириться с этим, то живи сама по себе. А я уже привыкла, я влюбилась, вот. И в один момент мне его друг, опять же, говорит, вот ты знаешь, вот он сидит тут в ресторанчике одном с этой девочкой самой. Ну, у меня эмоции, конечно, максимализм мой юношеский. И я, в общем... Ворвалась? Ворвалась, да, и девочку немножечко побила. Ну, я сейчас не такая, это было... А немножечко это как? Да, в нокауте прямо? Я сзади подкралась, и вот так вот немножечко ее... Заволоси, да, я? Да, ну, она понимает, что у нее он юношеский, этот максимализм. А может быть, это в пику ему вы стали участвовать в конкурсе красоты? Вы получили ли эти бицемис? Вы знаете, может быть. Мне захотелось доказать, что я лучше. Захотелось как-то себя проявить. Я стал участвовать один за другим в конкурсах. У меня стали появляться титулы, вот. И я как-то... Ну, я была рада этому. Тут у меня стали появляться другие мужчины, которые действительно достойные, делали мне достойные... Однажды появился мужчина, который сделал вам достойнейшее предложение, а вы ему в ответ дашь миллион? Или сколько вы там сказали? Ну, это да. Ну, да, это такая смешная история, да. Я просто не ожидала. Расскажите. Я не ожидала, что он согласится даже. Расскажите. К вам подходит дядька, сорокалетний, и говорит, что? Говорит, девушка, ну, может быть, вы постеснялись там при людях как-то со мной согласиться поужинать, просто поговорить. Вот. Нет, я говорю. Говорит, ну, что я должен сделать, чтобы вы согласились со мной просто поужинать, я говорю. Миллион. Он такой. Он подумал, отошел, потом подошел. Вам наличка или на карточку? А как взяли? На карточку? Ну, я, знаете, у меня как-то не каждый день такие предложения. Ну, понятно. Вот. На карточку? Взяла. Нет, у меня карточки не было. Да. Поужинала, и что потом? Потом он мне как бы предложил, ну, как бы быть любовницей. Да, но, естественно, это противоречит моим принципам, и я не стала с ним. А когда они согласились, он у вас не забрал обратно этот миллион? Нет, 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 нет. А на что потратили миллион? Я купила машину. Правильно. Ну, втерп любят, поэтому, что у них там получится, не получится, я не знаю. Смотрите, Верочка, вы хороши с собой, вам 23 года. Да. А у вас вся жизнь впереди. Перед вами сидит потрепанный жизнью роман. Мне, конечно, безусловно, жалко, я очень добрый человек, я вижу ваши добрые глаза, вижу, что вы очень... А как вы поняли, что они добрые? Ну, я вижу, что они добрые, какие-то поникшие, такие опущенные глаза, вот. Поникшие. Вы, извините меня, конечно, еще раз. А я сказал, что мне нужно... И мы, спасибо. Мне так показалось. Вы же пришли сюда, чтобы найти любовь, вот. Я просто не увидела, я не увидела. Любовь – это когда вы хотите что-то отдавать. Что вы готовы отдавать взамен? А что бы вы хотели получить? Ну, хотя бы не только съемную квартиру. Ну, потому что у него даже квартиры нету. Да что вы к этому миллиону привязались? Да хотя бы миллион. Хотя бы миллион. А у вас, ну, ничего нет. А для вас любовь – это что? Что за определитель? Любовь – это когда он хочет что-то отдавать, не только забирать. А вам есть что отдать мужчине? Я молодая, красивая, талантливая. А надо этому понять, что он ее не зацепил, поэтому вполне возможно, что у него включится режим, что он начнет ее цеплять. Вера, а кто у вас родители? Родители, ну, занимаются недвижимостью. А есть еще братья и сестры? Да, у меня младший брат, ему 11 лет, вот он школьник, отличник. Верочка, еще такой вопрос. Вы на какой машине, если бы не миллион, ездили бы? Вот у меня старое ведро, ну, старая иномарка, да? Нет, ну, вы знаете, мужчины в вашем возрасте уже должны что-то за собой иметь, согласитесь. А не всегда получается. Я девушка, для меня не… Вы не внимательно смотрели обо мне сюжеты. Вера, смотрите, во-первых, не у всех получается, во-вторых, Роман очень долго и тяжело болеет. Нет, я еще раз говорю, мне очень жалко, я желаю вот искренне… Не надо же здесь все хорошо. Нет, я искренне желаю хорошую. Тогда чего ты сватаешься вот такой молодой, красивой, здоровой? Вот, вот, вот я сразу же с Розой согласилась. Вот, она всегда, я уже понял, что она просто нет. Вот Роза, она вообще… И миллиона даже нет. Мой адвокат – это Лариса, вот к ней, пожалуйста. Я понимаю, я понимаю, если бы, да, ничего не было без Приданова, был бы такой жених, там, накраченный, красивый, хотя бы до себя бы мог прорекламировать. А тут, ну, извините меня, я буду честной. Я не хочу обижать, но давайте смотреть правде в глаза. Давайте. Ну, все, я… И ты сама детей родить можешь, а не из проверки. Ну, ты, я, кстати, про это даже забыла уже. Совершенно верно. Да. Да. Я просто не увидела ни одного плюса. Мы с девочками вот рассуждаем, да, вот он такой, жалкий, ну, всякое в жизни бывает. Ну, какой плюс? За что вот можно зацепиться хотя бы хоть? Ну, что-то. Я понимаю, я не идеальна, у меня много недостатков. А можно узнать, какие? А какая разница? Ну, вы, наверное, уже в процессе… Ну, хотя бы она говорит все, что думает. Ну, да, я говорю то, что думает. Это и плюс, и минус. Да, да. Я не хозяйственная. Я не умею готовить. Я умею готовить. Я люблю готовить. Вы спросили меня именно остатков. И готовить буду только я и никто больше. Ну, мне в этой девушке нравится, кстати говоря, то, что она честная, ему вообще в глаза говорит свою позицию. Я согласна. У вас осталось два бонуса «Свидание наедине» и «Семейная традиция». Бонуса брать не буду. Не хочу. Пока воздержимся. А что вы приготовили? А у меня песня, моя собственная песня, песня собственного сочинения. Вот. Хочу вам исполнить. А что вы будете? Разве ты не видишь, я в тебе тону, как в океане? Мне в мечтах ты ближе, я тебя люблю, ты самый главный. Но прежде чем погаснет свет, прежде чем исчезнет твой силуэт, я лишь хочу тебе прошептать в ответ. Нас нет. Ну, она поет так, как многие поют. Нас нет. Мне никуда не деться. Не разбивай мне сердце, я больше не могу ждать тебя. Спасибо большое. Спасибо, девочки. Не забудьте цветы, пожалуйста. Проходите. Ай, да. Спасибо. Ань. Роман, как вам, Вера? Ребенок. Маленькая. Но поет прекрасно, кстати. Песню действительно, то, что сама написала, это потрясающе. Но есть один момент, который вызывает у меня жесткие, ужасные ассоциации. Я взяла миллион. И что? Дают – бери, бьют – беги. Ну, что значит, я взяла миллион. Она хорошенькая, безусловно. Но 23 года – это тогда, когда уже душа должна проснуться давно. У нее душа в зачаточном состоянии. Понимаете, есть такое понятие, как сострадание. Но не все же меряется, правда, на деньги, на машины. Не туда смотрит девка, не в ту сторону, абсолютно. И что? Я должна его пригреть, что ли? Да? Тогда я бы была хорошая. Да, Роза, тебе понравилось. Девушка и миллион тебя не смутил. Нет, просто она для другого мужчины, да. И миллион меня не смущает. Каждому свое, собственно говоря. А если бы твоя дочь принесла миллион от дядьки? Нет, это Беларис. Ну, моя дочь, во-первых, никогда бы не пошла на конкурс красоты. Я не планирую. Ну, нет, она по другим вопросам не пошла бы причинам на конкурс красоты. Я говорю, а если бы твоя дочь принесла бы миллион? Почему у тебя такие стандарты? К своим, к сыну и к дочери одно, к другим другим? Нет, у меня не стандарты. Тогда что, не выдернула бы ноги? Выдернула бы. Она просто не пошла бы туда просто. А если бы пошла бы, я бы, конечно, ее закопала бы. Тамара, что там звезды? У нее обостренное чувство справедливости. Другое дело, что она реально говорит все, что думает. Другой промолчит и будет камень за пазухой держать. Кто-то деликатен будет. Но она просто, скажем так, из параллельного мира человек. Понимаете? Но у вас плюс ко всему абсолютно несовместимые физические параметры. Ваш Марс, Венера, понимаете? Вот то, что у людей дает какой-то толчок друг к другу, у вас абсолютно в полной противоположности. Я не хочу свои лучшие годы жизни проводить, чтобы мыть посуду ему. И страдать. И знакомьтесь с третьей невестой. Здравствуйте, Роман. Меня зовут Яна. Очень ждала встречи с вами. Я тоже из Санкт-Петербурга, поэтому привезла вам солнце и тепло. Привет, Яночка. Спасибо. Яна. 23 года. Менеджер по организации мероприятий в государственном учреждении. Занимается волонтерской деятельностью. Предупреждает, что постоянно протирает в доме пыль. Гордится доверительными отношениями с мамой и не представляет своей жизни без мороженого япончиков. Ее возлюбленный был ярым футбольным фанатом. И каждый раз отмечал не только победы, но и поражение любимой команды. Яна надеется, что у Романа здоровые увлечения. Ой, Ян, ну ни для кого не секрет, как яростные фанаты отмечают победы и поражения своих любимых команд. А ваш возлюбленный отличался чем-то от этой орущей толпы? Или был такой же, как... Не отличался. Страшное дело. Он кричал, всякие несудурные выражения, лексика. Заинтересую мужчину так, чтобы он про футбол вообще забыл. Ну, вы же понимали, что с возрастом, наверное, будет отмечать, но все-таки уже темперамент это паутикнет, нет? Ну, с возрастом-то да, но с таким количеством алкоголя, даже в голове того возраста. Ясно. Да, это основополагающее. Ну, то есть это то, что вас с ним развело? Развело не это. Это был один из моментов, когда я уже поняла, что что-то не то. Развело, наверное, то, что я попала прошлым летом в больницу. И я была там 10 дней, и он за эти 10 дней ни разу не приехал. Ну, естественно, мне было от этого немного грустно, я поняла, что все. Ну, я так не готова. А как вы считаете, почему он к вам не приехал? Черствый? Развлюбил вас? Видимо, не так сильно нравилось. Видимо, с друзьями отмечать победу любимой команды гораздо интереснее, чем приехать. Скажите, а что это за история с ребенком в детском доме, по-моему, да? Да, я несколько лет назад работала в детском доме для детей с умственной и физической отсталостью. Это один из самых крупнейших детских домов у нас в России. Для меня очень положительная девушка. А это по вашей профессии, что ли, по ученой? Ну, я закончила факультет психологии, специализация у меня психологии менеджмента, но просто я тогда увидела объявление, раз, проигнорировала, увидела два, и потом думаю, что-то вот что-то ёкнуло. И я поехала в детский дом и увидела этих детей. Скажу честно, мы поехали туда с моей подружкой утром, до конца дня мы не могли ни есть, ни пить, ни разговаривать, потому что шок был капитальный. Но я никогда в своей жизни не видела таких детей, настолько, как бы, тяжелых, но мы с ним подумали, что кто, если не мы, и это, наверное, был один из самых лучших годов в моей жизни. Это замечательные дети. Потому что у вас была девочка, по-моему, да? Да, была девочка, у нее была мама, но она жила в детском доме, потому что мама не могла с ней находиться, потому что девочка с церебральным параличом, в смысле, она отсталась, ну, то есть очень тяжелый ребенок. Она жила в детском доме, и я понимаю, что, ну, я могу научить ребенка есть саму. Я решила это сделать. Восемь месяцев я вместе с ней держала вот так вот ложку, мы ели. И, естественно, для меня это было неимоверное счастье, когда она научилась, когда она сама стала есть. Все, какая победа, да? Это была победа, да. Победа моя, победа ребенка, победа мамы, победа всех сотрудников детского дома. Мама участвовала в судьбе этой девочки? Мама, да, она каждый выходной приходила, мы в течение года с ней ни разу не пересекались, она всегда передавала мне слова благодарности, это было очень приятно. И потом я ушла из детского дома, и где-то через два, наверное, месяца я приехала обратно навестить своих ребят, и мне воспитатели сказали, что как-то уехала, она больше не ест сама, все. Ну, как бы не ест и не ест. И потом, когда настало время обеда, я просто захожу в группу к детям, она меня видит, хотя по ней вообще непонятно. Сама забралась на стул, взяла ложку и стала есть. Ну, тут, естественно, слезы у меня, слезы у воспитателей, слезы у всех. Ну, потому что тогда в такие моменты понимаешь, что все, что бы там ни говорили, это все ерунда. Детей любых, с любыми заболеваниями можно. Вам сколько сейчас лет? 23. Вот вам 23 и Вере, которая была до вас, ей 23 года. Вам огромное спасибо. Вы совершенно какое-то уникальное создание. Ну, а теперь вопрос по существу. Перед вами Роман. Вы молодая, красивая женщина. Будете вынашивать ребенка Романа, если у вас все служится? Вот таким неестественным, непривычным. Нет, там естественно и привычно. Просто искусственное оплодотворение моим биологическим продуктам. Я могу сказать, да. И в моих мечтах вообще ищу ребенка с детского дома. А мама обратно... А где вы живете? Живу в Санкт-Петербурге с мамой. А где именно? Метро Пионерская. Я на Юго-Западе. Ну, я по видео узнала знакомые места города. То есть мама не будет возражать относительно зятя? Так Рос, без мам разберемся. Нет, мы как бы... Что значит без мамы разберетесь? Это вы разбираетесь без мамы, а она, он, девочка еще. Это вы с мамой договариваться будете. Без мамы он разберется. Ян, ты хочешь испортить себе жизнь со мной? Почему испортить? Начинается кокетство. Не хочет она испортить, она хочет счастья. Она хочет построить. Счастья тоже хочу, Лариса. Мы за этим сюда и пришли. Ну, вообще, очень он заинтересовался ей. Да, очень заинтересовался. Роман, я вас понимаю, вы хотите, чтобы вас любили череньким. Вы хотите, чтобы вас прям полюбили вместе с грязной посудой и со всем этим набором. Не надо вам этого. Максимально сделайте, максимально сделайте над собой усилия, чтобы у вас было за что любить. Пожалуйста, и забудьте про эту болезнь. Она отступит сама по себе. Хватит уже это в себе пестовать и жалеть таким образом самого себя. Посмотрите, красавица какая. Фигуристая. Она просто идеальная. Согласна намного. Далеко ехать не надо. Да. И одна улыбка чего стоит. Да, красивая девушка. Очень, чересчур красивая. Ему, конечно, нету зубам. Извините меня. Про себя я вообще молчу. У вас два бонуса, потому что один вы решили не использовать по отношению к вере. Свидание наедине, семейная традиция. Семейная традиция. В нашей семье получилось так, что 25 лет назад моя бабушка построила дом. Сама, своими руками, с помощью моей мамы она построила... Да, вот этот самый дом. Спустя 15 лет, 5 лет назад, моя мама построила дом на том же участке. Вот он. С помощью моих рук. Они строители, что ли? Нет, строители делали какие-то основы, это фундамент, еще что-то. А в целом вся планировка, все-все-все-все-все. Это сама дело моей мамы, учитывая, что у нас нет отца. Это достаточно тяжелый процесс. Потому что русская баба. Да, и вот теперь традиция, что спустя 15 лет моя очередь строить дом. А может, мужские мужики, которые... Это такая традиция, знаешь, у всех у нас, у русских. Дорогая моя. С годами мы становимся теми мужиками, о которых мечтали, да? Да. Приготовили сюрприз. Да, приготовила сюрприз. Ну, кстати, они могут подойти, потому что он хочет вот как раз такое, чтобы было кому поплакать, пожалуйста. А она выполняет такую мужскую функцию. Вот эту картину я нарисовала вместе с детьми из детского дома, в котором я работала. Эта картина говорит о том, что в нашей жизни самое важное – это семья, близкие люди, любимый человек, дети и такой вот замечательный дом. Я хочу, чтобы все это было в вашей жизни. Спасибо. Ох, какая молодец. Друзья, все рисовали сами. Спасибо вам огромное. Забирайте цветочки, проходите в комнату. Спасибо. Какие мы все разные, правда? Да. Да. И причем еще нахожусь под впечатлением. От кого? От всех трех героинь. А Яна как вам? Очень милая. Понравилась она? Понравилась. Видите женой? Нет, потому что она слишком для меня спокойна. Да она просто идеальная для вас. Не хватает изюмин, не хватает вспыльчивости какой-то, потому что, если вспомнить начало программы, когда я разговаривал, там я где-то когда-то в чем-то летал даже, да, по квартире. Там малейший, не малейший промах. Было даже такое, что, ну, когда у девочки менялось настроение, там, и в табло. Тогда Верку берите. Абсолютно. Извините, я в таком вступоре. Так чем же вам, ну, понятно, Олеся? Не хочется как в зеркало все время смотреться, и сострадание к себе, и силы нужно на себя. А тут еще придется, неизвестно, что переживать со своей женой. Но я, Вера просто к вам не выйдет, она уже вам все сказала. Но Яна-то чем вам не ко двору? Вы мне вовсе звените. Лариса, я когда сюда ехал, я понимал одно. То есть вот это когда девочки звонят, когда видят телефонный номер и так далее, я понимал одно, что это должно вот зацепить, не зацепить. Вот мое, не мое, ёкнет, не ёкнет. Послушайте, меня много лет цеплял Брэд Питт. Я просто достала всех им. Но я же понимаю, что даже если бы я с ним встретилась на фестивале, у меня шансы равны нулю. Это при том, что я все сама про себя знаю и так далее. Мои шансы равны нулю. Вы что, про себя ничего совсем не понимаете? Что с вами, Роман, вы хотите жениться? Вы, вам 35 лет. Есть женщина очаровательная, юная, которая согласна от вас родить, которая согласна привести вашу квартиру в порядке, которая вас будет любить, образованная, умница, живет в Санкт-Петербурге. Я не понимаю тогда, что с вами. И она красавица. У меня ощущение, что я её испорчу. Просто я её испорчу. То есть во мне причина, не в ней. Но он ей не заинтересовался. Даже он ещё ей не заинтересовался. Скажи мне, пожалуйста, Тамарочка, к тебе возвращение. Вот если бы не болезнь Романа, которая очень сдерживает меня в оценке, ты могла бы дать характеристику его по звёздам, если не болезнь? Роман, вы ведь Веру немножко осуждали, но высказываете вы тоже всё, что думаете. Правильно, да? И раньше вам это было свойственно. Да, в этом мы с Верой похожи. Язык у вас без костей абсолютно. Если вот просто Даня на болезнь глядеть. Вы человек, который долго присматривается. На самом деле, вот то, что у вас женщина-то сразу взяла на абордаж, это была ситуация, всё равно вы подсознательно присматривались. Вы тот, кто выбирает, присматривается. Не готовы вот сразу взять и отношения изменить. Вы не готовы пустить каждого в свой мир. Правильно? Правильно. Есть такое. Вы очень боитесь, что вашу душу кто-то разрушит. Она следит там и окажется не тем, кого вы... Ровно настолько, товар, насколько я девочек себе домой живя один не вожу. Понимаете, при этом у вас Марс во льве, и я бы сказала, вы человек, который действительно хочет ярких женщин, активных и смелых, которые возьмут вас вот так. Только давайте уточним, что ярких не в плане внешности, а ярких именно в плане характера. И то, и другое. Может быть, он выберет веру? Почему нет? Необычная пара будет. До конца, если быть честным, наверное, он в данной ситуации поступает, может быть, подсознательно, но очень честно. Знаете почему? Потому что его черная луна, которая может действительно стать испытанием для каждой из них, вы поразительным образом подобрали женщин с белой луной в весах у каждой. У него черная луна в весах. То есть вот то, что понятие... Нет, в данном случае может быть просто несовместимость в понятии о браке отношениях. Я правильно говорю? Подсознательно. Несмотря на то, что я вот до сегодняшнего дня, до этого вечера, относился достаточно прохладно к астрологии, сейчас вы абсолютно меня прочитали. То есть все трое не подходят, как интересно. Роза? Ты что же, он там с черной луной, нафига такой подарок всем? Да нет, черная луна у каждого где-то есть. Но я имею в виду, вот именно в данной ситуации... Роман, и все-таки между одной из этих комнат и вами, ну секунд десять точно есть. В любом случае, и любое ваше решение мы поддержим. Проходите. Три невесты и пустая комната, где вас никто не ждет. Вы молодая, энергичная, имеете право и на мини-юбке, ездить на машине и экстремальное вождение, если он сюда вписывается, и парашюты в том числе. Вы пришли на программу, которая называется «Давай поженимся», значит у вас серьезные намерения, правильно? Я приглашаю всех выйти из своих комнат и поддержать Романа. У нас нет пары. Если и вы одиноки, или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Удачи. Удачи.